Дворцовая любовь Вечер памяти выдающихся работников культуры Прибайкальского края Михаила и Татьяны Бачиных прошел в ДК Нефтехимик Связь поколений В Ангарске состоялись уникальные состязания, приуроченные ко дню отца Мягкий путь В городе нефтехимиков подведены итоги образовательного проекта «Мой первый пояс дзюдо» А теперь обо всем подробнее На Байкале произошло землетрясение интенсивностью в 3 балла Эпицентр находился в 40 километрах от поселка Хужир Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону Разрушений и пострадавших нет Стоит отметить, что это уже второе сейсмособытие за 3 дня Причем с эпицентром в одной и той же точке Первое произошло в минувшую субботу, 28 октября Очутить земные колебания можно было не только на берегу Байкала В Иркутской области завершается подготовка к пожароопасному сезону следующего года Силами специалистов создано почти 900 минерализованных полос Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС Помимо этого, на труднодоступной местности под строгим контролем огнеборцев Проводились отжиги сухой растительности Обработанная площадь составила около 12 тысяч гектаров Активнее всего уборку территории вели в Ангарском, Иркутском, Ольхонском и Чунском районах После двухлетнего капитального ремонта в Уссули-Сибирском возобновили проезд по Комсомольскому проспекту Ремонт главной транспортной артерии города проводился по национальному проекту безопасной и качественной дороги Общая протяженность дорожного полотна составила более двух километров Завершенный объект посетили сенатор Сергей Брилко, министр транспорта и дорожного хозяйства при Ангаре Максим Лобанов и мэр города Максим Торопкин Нахожусь на Комсомольском проспекте, как и обещали В субботу мы открыли полностью Комсомольский проспект Но это не говорит о том, что он полностью введен в эксплуатацию, работы закончились Нет, остались ограждения, остались знаки Остались благоустроительные работы Сегодня до конца высаживают саженцы и деревья и займутся гидропосевом Как подчеркивает министр транспорта при Ангаре Максим Лобанов В ходе ремонта помимо самой дороги провели переустройство теплосетей, водоснабжения и водоотведения, расположенных под дорожным покрытием Недобросовестные продавцы теперь не смогут нажиться на доверчивости покупателей В России вели штрафы за навязывание услуг потребителям Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях подписал президент страны Владимир Путин Новая мера коснется тех случаев, когда продавец предлагает оплатить дополнительные товары Уверяя, что это обязательная мера при покупке той или иной вещи За подобные махинации сумма штрафа варьируется от 2 до 40 тысяч рублей А за игнорирование жалобы потребителя с навязывающей стороны могут взыскать до 300 тысяч Поправки к законодательству вступили в силу уже с сегодняшнего дня Иркутская полиция задержала курьера, действий которого пострадали несколько регионов страны Правоохранители пошли по следам преступника после обращения таксиста По словам мужчины, в ночное время ему поступила заявка на доставку сумки и передачи ее курьеру Водитель такси вовремя заподозрил неладное и обратился в дежурную часть В сумке находились деньги, которые собирались зачислить на счет аферистов Курьером, ожидающим этот груз, оказался ранее судимый 34-летний житель республики Бурятия Задержанный уже совершал подобные преступления в Улан-Удэ и в Чите Но Иркутск для злоумышленника стал последней точкой маршрута В отношении курьера возбудили уголовное дело по статье мошенничества В Усть-Арде установили предполагаемого виновника аварии с трагическим исходом Инцидент произошел накануне на улице 8 марта Полиция сообщает, что водитель грузового автомобиля Мазда сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места происшествия В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение Здесь скончалось Стражи порядка обнаружили подозреваемого Им оказался 38-летний местный житель Мужчина рассказал, что он не заметил женщину, которая шла вдоль дороги в темное время суток Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего Накануне в Ангарском техникуме строительных технологий завершилась областная олимпиада по геодезии Участниками стали десятки студентов из разных городов региона Претенденты на победу прошли несколько этапов на проверку профессиональных знаний Геодезии завершают нашу олимпиаду Кроме того, что опыт получают большой Действительно, они получают знания, которые им пригодятся в учебной практике и в дальнейшей их деятельности Потому что сейчас они задания делают Это как раз вынос оси здания, которую необходимо будет построить Или вынос труднодоступные отметки на определенную точку Победительницей олимпиады стала студентка ангарского строительного техникума Полина Кушнерчук Второе и третье места у иркутян из техникума архитектуры и строительства Дворцовая любовь Вечер памяти выдающихся работников культуры Михаила и Татьяны Бачиных прошел в ДК «Нефтихимек» Дата проведения концерта выбрана случайно Это единственная свободная пятница в октябре Но она оказалась очень символичной Почему? Все подробности в сюжете Ты моя мелодия Я твой преданный орфей Эти строки и стихотворения Николая Добронравова стали не просто гимном любви для многих поколений Они словно о них Михаиле и Татьяне Бачиных Их история любви началась еще в 70-х Татьяна Викторовна на тот момент Таня Долгушина Окончила высшую профсоюзную школу в Ленинграде А руководителем практики выбрала Михаила Бачина Он помог ей защититься и стал замечать, что без нее жизнь тускнеет Тогда и появился афоризм Нет слова, в котором бы уместилась ты Афоризм Михаила Бачина – это отдельная история Все, кто знал его, отмечают, насколько емко и остро Михаил Филиппович умел подчеркнуть в одном предложении то или иное событие Однажды он заметил – судьба – это кружева случайностей Но то, что встреча двух талантливых, красивых людей была не случайна – это точно Встреча, которая в последующем обернется профессиональным союзом И перерастет в огромную дворцовую любовь Я родился и вырос на сибирской земле Где сверкается пфиром мой байкал в полугле И ничто не сравнится с красотой наших мест Висит луна, большая, за окном Ночь, осень затянулась и не спится И память тихо возвращает в дом Друзей ушедших солнечные лица Татьяна Викторовна и Михаил Филиппович – это прежде всего большие-большие друзья Очень надежные, очень красивые, очень креативные люди Которым можно было прийти с любой проблемой С любыми своими какими-то вопросами Ты всегда находил здесь помощь, поддержку Крепкую руку Михаила Филипповича и доброе сердце Татьяны Викторовны А их биография – это биография Дворца культуры нефтехимик Потому что это действительно для них и дом, и семья, и работа, судьба – это их жизнь Этот концерт памяти выдающихся и талантливых людей Ангарска Заслуженных работников культуры Российской Федерации Михаила и Татьяны Бачиных прошел 27 октября Дата была выбрана еще в мае Это был единственный свободный день в насыщенном календаре мероприятий Дворца Но оказалось не просто не случайный, а очень символичный За три недели до этого мероприятия мне приснилась мама И сказала, что это день их свадьбы 27 октября 27 октября 2973 года они стали мужем и женой И сегодня ровно 50 лет их союзу Они рядом с нами Они поддерживают нас, помогают, подсказывают Они наши ангелы-хранители Любовь – это два крыла одного полета Напишет в своей книге Михаил Бачин Татьяна Викторовна не стала в 2015-м А с одним крылом он лететь не смог Спустя 4 года ушел из жизни Михаил Филиппович Но остался дворец, как дело всей жизни Каждый вечер в нем также загорается в окнах света и кипит работа А еще осталась память, которая живет в людях, детях, внуках Мне повезло, есть ты Благословение моей судьбы Мне повезло, что есть кому писать стихи Мне повезло, что вместе можем песню сложить Мне повезло, что чувства глубоки Которые любовь мою помогут приумножить Мне повезло, есть ты Тепло душевной доброты Анна Дергаусова, Мария Константинова, Олег Левченко, Александр Харламов Местное время В спортивной школе «Ангара» провели уникальные состязания, приуроченные ко дню отца Участие в них приняли пять команд дошкольного учреждения Главы семей совместно со своими детьми прошли как спортивные, так и интеллектуальные испытания Подробности смотрите в следующем сюжете Папа – это самый важный человек для ребенка Для сына он пример, а для дочери – добрый волшебник В честь минувшего праздника Дня Отца, который был 15 октября Совет отцов Ангарска провел спортивное событие для дошкольных учреждений Пять команд детей и пап от каждого детского сада соревновались между собой Так как 3 воскресенья октября празднуется День Отца И это было 15 октября в этом году Было в городе много мероприятий, в садах, в школах Мы решили маленько перенести дату попозже, чтобы подготовиться хорошо В нашем мероприятии принимает участие пять команд Это дошкольное учреждение города Ангарска Четыре папы, четыре ребенка Организаторами таких состязаний выступил Совет отцов Ангарска Основная задача направления – это популяризация роли отца в жизни и воспитании своего чада Праздник признан обратить внимание на то, насколько важен глава семейства Какой неоценимый вклад он вносит в семью и воспитание детей Сопутствующая цель – укрепить институт семьи в Приангаре Занимаемся популяризацией именно отцовства Также сейчас помогаем отцам-одиночкам, которые попали в трудную жизненную ситуацию Вот провели сегодня такое хорошее мероприятие Хочу выразить огромное спасибо нашим спонсорам, которые также откликнулись, не задумываясь Спокойно выделили средства, чтобы мы это все могли провести Испытания скорости, ловкости и смекалки Отцы проводили время со своими детьми, веселились и играли Очень понравилось Понравилось тебе? Да Что понравилось? Как вы бегали? Превосходно, масштабный очень подход Хорошие конкурсы, очень много Ну плюс сплоченность детей и родителей, что очень хорошо Причастность детей к происходящему То есть мы максимально, мы в нашей команде максимально старались привлечь детей именно к выполнению мероприятия А то одними отцами неинтересно Весело, задорно, спортивно, понравилось Получается пазл понравился, то, что такой сложный был Понравилось, что где с папами соревноваться Отличное мероприятие, детям понравилось, весело все прошло А вам что больше понравилось? Конкурсы, ну более активные такие А мне вот понравился квадрат, второй раз уже участвую Сначала в 81-й школе было Такое же мероприятие Сейчас Классно? Время с детьми проводим Классно, здорово По завершении событий участников ждал сладкий подарок, медали и грамоты Главный приз тоже достался каждому Им стало хорошее настроение Егор Сорокин, Вероника Васильева, Александр Черник Местное время После чего между спортсменами началась потасовка Отметим, что Дмитрий Воронков закончил игру с нейтральным показателем полезности Футбольный клуб Иркутск продлил победную серию Накануне Бабры в гостях с минимальным счетом переиграли старейшую в России команду Знамя Труда В начале второго тайма голым отметился Аркадий Бондаренко Иркутяне победили со счетом 0-1 Следующую встречу наши спортсмены проведут уже на домашнем стадионе 5 ноября гостями Иркутска станут их ближайшие преследователи в турнирной таблице столичная Динамо 2 Образовательный проект «Мой первый поезд дзюдо» подошел к концу Его итоги подвели торжественным вручением сертификатов юным спортсменам Церемонию провели в школе номер 37 имени Героя России Аркадия Королькова Напомним, что именно это учреждение стало первым участником проекта Российской Федерации дзюдо За важным для юных борцов событием наблюдали мои коллеги им слово Школа номер 37 – первооткрыватель проекта для юных дзюдоистов С сентября по октябрь текущего года тренеры Виталий Бронников и Илья Кузнецов Провели порядка 10 уроков для ребят начальных классов В результате более 200 учеников освоили основные элементы боевого искусства И узнали его историю В этом году уже здесь, в Ангарске, это у нас тоже первый шаг получается, именно в Ангарске В школе номер 37 нам удалось этот проект запустить уже так, как он должен идти Здесь подключились, ну конечно, большое спасибо директору школы за поддержку И, в общем-то, подключились несколько классов как раз И в рамках каждого класса были проведены вот эти 10 ознакомительных уроков Ну как и предполагается по программе Вот это мой первый поезд дзюдо Дзюдо не только укрепляет здоровье, но и формирует необходимые волевые качества Терпение, выносливость и упорство Пока занятия посетили лишь ученики 37-й школы Но в планах подключить к проекту и другие образовательные учреждения Ангарска Я скажу так, что о проекте мой первый поезд дзюдо Я увидел первоначально на сайте Федерации дзюдо России Меня этот проект очень заинтересовал Я начал его изучать и предложил провести работу над этим проектом На территории 37-й школы города Ангарска Школа большая, школа знаменитая, школа хорошая Здесь очень много ребят, именно первоклассников Мы охватили 5 первых классов и 3 вторых класса Маленькие борцы преодолели первую ступень По завершению проекта им вручили сертификаты за прохождение вводных занятий Теперь школьники смогут приступить к основательным тренировкам с белым поясом под дзюдо Наталья Хмелева, Вероника Васильева, Мария Константинова, Александр Черник Местное время Такие новости к этому часу С вами был Андрей Иванов Далее вас ждет рубрика «Место происшествия» Я же с вами прощаюсь До новых встреч в эфире телеканала «Актиз» До свидания Криминальные новости, аварии и чрезвычайные ситуации Это рубрика «Место происшествия» С вами Артур Черчиди Здравствуйте Водитель автобуса смотрит видеоролики прямо во время движения Такая картина возмутила пассажиров на междугороднем рейсе «Ангарск-Иркутск» По словам авторов видеозаписи, шофер вместо того, чтобы следить за дорогой и безопасностью Отвлекался на сотовый телефон, где листал ленту в социальных сетях Сообщается, что в этот момент автобус был переполнен, а многие пассажиры ехали стоя Житель «Ангарска» продал свой гараж, пытаясь спасти свои накопления Однако на деле он, наоборот, подарил их аферистам По информации оперативников, хозяину имущества в течение нескольких дней звонил мошенник, который представлялся сотрудником банка Собеседник убеждал перевести деньги на якобы безопасный счет Мужчина доверился незнакомцу, продал свой гараж и отправил 1 миллион 170 тысяч рублей по указанным реквизитам После перевода денег мошенники больше на связь не выходили В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать личность преступников А вот одному из торговых центров «Ангарска» удалось сохранить свою выручку И все благодаря профессионализму местных инспекторов ДПС Они оперативно среагировали на сообщения о нападении на магазин рецидивиста Известно, что мужчина похитил из кассы более 100 тысяч рублей А после скрылся в неизвестном направлении Полицейские предположили, что преступник мог направиться в сторону лесного массива И оказались правы При нами был замечен гражданин, схожий по ориентировке При задержании данного гражданина в ходе беседы Было выявлено, что действительно данный гражданин совершил это деяние На место была вызвана следственная оперативная группа Грабителем оказался 50-летний житель Саянска Ранее неоднократно судимый Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы Две жительницы Иркутска придумали необычную схему наживы Преступную деятельность мать и дочь Совершили в Красноярске По информации полицейских, они обокрали 70-летнюю женщину Под предлогом исцеления В апреле этого года к потерпевшей на улице подошла незнакомка Которая рассказала, что у первой Якобы серьезная проблема со здоровьем И предложила вылечить ее при помощи магического обряда Установлено, что мошенницы оказались ранее судимы Сейчас женщины находятся под стражей Им грозит до 6 лет лишения свободы Инцидент, прогремевший во множестве российских СМИ В Листвянке произошел конфликт между военным корреспондентом и судовладельцем Известно, что журналист прибыл в Триангарии на съемки общероссийского крестного хода для телеканала «Спас» Однако капитан прогулочного катера, который попал в объектив камеры, оказался не рад своей публичности Ему показалось, что группа хочет обнародовать факт его заработка без лицензии Мужчина устроил скандал, провоцировал драку, угрожал гостю региона убийством и выбросил в воду съемочное оборудование Неприятную ситуацию прокомментировал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников Он потребовал огласки происшествия и даже заподозрил нападающего в работе на украинские спецслужбы Это были все новости на сегодня Соблюдайте закон, берегите себя и своих близких Я же с вами прощаюсь, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok